Девять населенных пунктов Забайкалья за 2016-2018 годы не выполнили прямое поручение президента России Владимира Путина по разработке комплексных схем организации дорожного движения. Сегодняшний наш документ связан с тем, что некоторые муниципалитеты на территории Забайкальского края не отработали и не утвердили данный документ. Это касается девяти муниципальных образований, но эта работа должна была быть выполнена в соответствии с поручением президента. Эти муниципальные образования это поручение не исполнили, поэтому сегодня мы этот вопрос детально рассмотрим на заседании правительства и тем муниципалитетам, которые эту работу не выполнили, укажем на это неисполнение. Главами некоторых муниципалитетов был предоставлен отчет о проведенной работе в направлении разработки комплексных схем организации дорожного движения. 23 ноября 2018 года – последний срок выполнения поставленной задачи. Объяснения совершенно различный характер носят, а вот отсутствие финансов до полного непонимания той задачи, которая перед муниципалитетами стоит. Но мы сегодня уже не можем говорить об этих причинах, поскольку эта задача была поставлена больше, чем два года назад. Даже если были какие-то проблемы с финансами, их за это время можно было бы решить. Как оказалось, власти столицы края тоже не выполнили указания президента. Однако, упоминая муниципалитеты, обязанные все-таки выполнить поручения. Губернатор Наталья Жданова почему-то не упомянула Читу. 23 ноября 2018 года. Вот сейчас три садокладчика услышали это? Конечно. И остальные люди – это у нас Атамановка, Борзя, город Борзя, да, Виктор Иванович? Могоча, Чернышевск, Краснокаменск, Шилка. Кто же в курсе, что это 23 ноября текущего года? Наталья Николаевна, все в курсе, но эти муниципалитеты, я считаю, недостаточно отработали это поручение. Промежуточный срок проверки для контроля ведущейся работы установили на 1 августа. Успеют ли главы муниципалитетов за оставшиеся пять месяцев сделать то, что не выполнили за два года? Поживем – увидим.